Вот у нас два разные возможные типоизменения, которые могут происходить живыми организациями. Как по-вашему, в некоторой степени будут влиять на эволюционный процесс? Или нет? Нет. Так вот, первая теория эволюции, попытка первой теории эволюции, была создана одним из последних ученых-энскопедистов в самом конце 18-го, начале 19-го века. Жан-Баптист Ламарк. Ламарк был очень разносторонним человеком, в частности, именно ему принадлежат первые такие базовые разработки по науке, по атмосфере и погоде. А как называется такая наука? Метеоролог. Метеоролог, если же, наверное. У него есть очень интересная работа по физике. Но вошел он в историю науки, конечно, как биолог. И занимался он следующей проблемой. Как могут изменяться живые существа? Его теория и его вариант решения этой проблемы сейчас в истории науки называется ламаркизм. Ламарка подкосила одно обстоятельство. Он не делал различий между этими двумя оконами. Он считал, что по наследству передается любое из них, неважно какого характера оно было. Врожденное, приобретенное, если изменения есть, то оно было передано потом. Исходя из этого, ламарк предлагает следующий механизм традиционных изменений. Допустим, на всей Земле существует один единственный вид птиц. Ну, по внешнему виду, это вороны. Вот только вороны, никаких других птиц на Земле нет. Вороны размножаются, размножаются, размножаются. Через некоторое время те места, где воронам можно хорошо и удобно кормиться, оказываются полностью заселены. Еды там начинает не хватать. Ну, приходится селиться в тех местах, где питаться, в общем, не очень удобно. Рассмотрим ситуацию, в которую вороны попадут в районе вот такого озера. Есть у нас некоторое озеро, берега у него полуцисто, взросли и заросли, пресняка, камыша, рогоза и так далее. Берега все полуцисто, а заросли и пустын. Некоторое количество пищи в озере есть? Да, конечно, есть. Вопрос, как воронам добраться до этой пищи? Могут ли они использовать этот пищевой ресурс? Ваши варианты. У нас есть воронка. Никто ничего не должен. Она должна научиться нырять? Не должна. Нет, нырнуть она может только один раз. Чтобы выныривать ей будет большая поражение. Тем более, что будет делать, чтобы научиться выныривать? Скажите, можно ли научиться отрубать себе волк? Вы понимаете, научение это всегда нейтрация, состоящая из попыток. Согласны? Научиться выныривать. Выясните мне? А главное, хорошо, вот птица нырнула. Есть, она нужна в этой пыль. Допустим, она даже вынырла. Вопрос, как она будет вылетать из воды? Плыть до берега. Ага, да. Ворона, пулущая кровь до берега, да? Это классно. Что произойдет с пыльями вороны в воде? На муку. На муку. Ну и куда она будет плыть в этом состоянии? В одном направлении. В гиброскопаду надеть. Есть, но левящие вороны пока отменяются. Это летать над водой. Летать над водой и выдергивать из-под поверхности всех тех, кто там проплывает не очень глубоко. Мелкую рыбу, каких-нибудь улиток, каких-нибудь крупных насекомых. Ну, вроде бы нормальная тактика, но есть один минус. Для того, чтобы летать над водой, энергию надо тратить? Да. Большой ли вы получите выигрыш, в данном случае, от питания? Ну, переводив пойманную добычу, тело получает энергию. Вот разница между потраченной энергией и полученной будет очень велика при таком способе питания. Ну, может быть, прожить это хватит, но на хорошую жизнь это хватит вряд ли. То есть, разбираем первую стратегию. Летаем над водой, вот так. Выясниваем все, что плавает на небольшой глубине и выдергиваем из-за этого. Хорошо. Но при этом энергозатратно учимся. Как можно улучшить и упростить схему питания в этом случае? Вытягивая крылья в сторону и переходя на отмашущий полет, на какой полет? Планирующий. Отмашущий. При планировании затраты энергии тела такие же, как при масущем полете? Нет. Нет, на порядок меньше. Но для того, чтобы хорошо планировать, надо иметь крылья с максимальным соотношением ширины крыла и длины крыла. А если вы обратили внимание, как встроены самолеты, которые встроены человек, и как встроены планиоры, безмоторная летающая кроватая суда. Какие крылья упомянуты? Очень узкие и очень длинные. В чем дело? А дело в том, что именно такой кровот создает максимальную подъемную силу. Проще всего удерживаться в области. Большую скорость с такими крыльями не разогрешь. Поэтому в современных самолетах ставят мощные движки. Они при такой скорости отъемной силы, даже на коробком крыле, будут достаточны. Ну и скорость можно наращивать существенно. Но если мы летим без мотора, без страты энергии, нам нужна длинная и узкая кровь. Хорошо. Поэтому, нескорабельные вот так погружив над озером, вороны понимают, что для меньшей затраты силы, ей что лучше делать с крыльями? Отращивать. Ну, хорошо. Отращите себе нос, пожалуйста. Сейчас начну. Вытягивайте. Просто вытягивайте. В результате ворона так каждый день питается, каждый день тянет кровь. А дальше Ломарко рассуждает совершенно. Мы его абсолютно безукоризмом, переведемый на язык современного мира. Я решил развить себе мускулатуру на руках. И каждый день работаю с гантелью. Тренирую мышцы. Что будет с объемом мышцы? Увеличивая мышцы. Будет увеличиваться. То есть тренируемый орган увеличивает свою мощность, увеличивает свой размер, увеличивает сложность строения. В результате к концу жизни у этой вороны крылья стали чуть длиннее, чем у всех ворон, которые там где-то в других местах летают. Ломарко предполагает, что этот признак передается по наследству. То есть у потомок этой вороны крылья чуть длиннее. Хорошо. Это первый путь. А предложите еще какой-нибудь путь, добраться до ресурса позже. Летать не хотим. А можно еще попробовать пешком пробираться вот здесь, между тростниками и камышами. Но здесь болото. Ой, человек хочет. По болото уходить. Занятие неприятное. Хорошо, чтобы он был очень облоющий, но... Первый выход. Вот ворона подошла и смотрит вот совсем рядышком, да, очень аппетитно и осуществляет толстый червяк. Но вот шея не дотягивается никак. Вот для нее все. Отходит еще ближе, начинает в грязь прорваться. Что она будет делать для того, чтобы дотянуться до червяка? Крылью махать. Крылью махать, как это помогает. Она по колену грезит. Крылью махать в кростниковых зарпсиях не выйдет. Вытягивать шею. Вытягивать шею раз. Становиться на цыпочки. Два. Вытягивать ноги за все. Вот для того, чтобы выиграть лишний сантиметр, а это значит глубже зайти в тростнике, а это значит освоить оппу на той территории, где остальные оппу не могут, надо тянуть ноги и тянуть шею. Ворона, которая вот эта пошла по пути один, а вот эта ворона пошла по пути два. И получится цапля. Хорошо. И к концу жизни у нее стали чудленнее лапы и чудленнее шеи. Третья ворона. Что же пошло скользь торчники, но по другому пути? Под землей? Нет, не под землей. Скажите, пожалуйста, почему, когда вы идете по снегу на лыжах, вы проваливаетесь меньше, чем когда идете на лыжах? Площадь поверхности шире и давление на каждую часть поверхности уменьшилось. Отлично. Вторая ворона, как решила, сделана. Я тоже пойду по полоску, а для того, чтобы не рушиться грязь, я буду просто шире расставлять поверхность. Вот смотрите на свою ладу вот так, да? А теперь расставьте и сведите поверхность. Посмотрите, что у вас между пальцами есть. Переполочек. Да, конечно. А зачем вам нужна абсолютную силу? Если бы здесь кожа не образовывала этот избыток, вот эту переполочку, могли бы вы тогда развести пальцы в сторону? Нет. У вас бы кожа здесь лопнула? Понятно, что это просто запас кожи, позволяющий раздвигать пальцы. А когда вы пальцы швели, она собралась в такую сладку. Если вы стараетесь изо всех сил раздынуть пальцы, то эта перепонка получает дополнительное развитие. И у ворон, которые шлепали по грязи, не тянули шею, а просто шли по грязи отставляя пальцы, к концу жизни пальцы становятся чуть длиннее, а перепонка чуть больше. Вот это у нас перепутим до ворон. Допустим, все эти признаки передают из потомков. Хорошо. А дальше? А дальше вечная история о подростках. История следующая. Во все времена родители всегда объясняют детям и подросткам, как надо жить. И во все времена дети в меньшей степени, а вот подростки, это совершенно точно, имеют на этот предмет свое собственное мнение. Мало ли что там говорят родителям, а я вот сам определю, как я буду жить. Вот давайте посмотрим, почему это приведет. Родился детеныша у первого. А он не хотел прибираться. Хорошо. Двое из них были послушные, а двое решили пойти своим путем. Послушные. Так же, как и родители Виталия, вытягивая крылья. Так? Значит, а те, которые пошли своим путем. Один подружился с вот этими, а второй подружился с вот этими. А ты давай посмотри. Вот у этой команды, у потомков вот это существо. Так? У них уже есть маленький бонус в виде чуть удлиненных ног и чуть удлиненных шеи. А вот у этого, который к ним примкнул, бонус какой? Чуть удлиненные крылья. Скажите, если этот друг пробует играть по этим условиям, он будет выигрывать или проигрывать? Проигрывать. Конечно, он будет проигрывать. Потому что то, что он получил, никак не помогает на этом пути, а скорее мешает. Хорошо. На этом пути будет выигрывать или проигрывать? Может проигрывать. Проигрывать. Хорошо. А те, которые пошли, будут уйти, родители, они будут проигрывать или выигрывать? Выигрывать. Выигрывать. К концу жизни крылья после длительных упражнений стали еще чуть длиннее. Видать, стало чуть проще, соответственно, тратим чуть меньше энергии. И так в каждом поколе. Те дети, которые повторяют привычки родителей, получают дополнительные шансы приспособления к окружающему миру. Из поколения в поколение, что будет с длинной длиной на первый путь? Ну, лечить. Все более и более длинное. И они отлично осваивают планирующий полет. Полет почти без затраты. Это кто в нашем мире? Чайки. Чайки и все трубкоплюгые. Бурелисники, альбатросы и так далее. Мастера планированные. Мастера парения в воздухе. Отлично. Хорошо. Вот эта группа. Цапли. Цапли, аисты, кулики. Те, которые в 19 веке называли голенастые. Вот эта группа. Кулки. 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 Так? Хорошо. Но дело в том, что отрастив перепонечную лапу, мало того, что освоили всю хвощи полочистых торчников, мы получили один еще неожиданный бонус. Скажите, пожалуйста, вороньи лапы или лапы цапля хорошо ли пользуются в качестве весла? Нет. А вот такой лапы очень хорошо. Очень хорошо. Именно так. В результате переход к питанию не только в прибрежных зарослях, но и освоение оплаты. Теперь плаваем вот здесь. Итак, мы с вами посмотрели, каким образом на основе одного исходного вида формируются три разных группы живых существ. Попробуем проанализировать, как же выглядела логическая конструкция у Амарка. Итак, по Амарку, что вызывает в принципе эволюцию у живых существ. Принципиальная причина эволюции по внешним условиям. Это приспособление к внешним условиям. Какие механизмы предлагает Амарка? Механизм у него следующий. Первое. При упражнении органа орган увеличивается и усложняется. А при отсутствии упражнения что с ним будет? Уменьшается. Уменьшается. В кое-каком итоге исчезает. Как вот это уменьшение и упрощение органов биологии называется? Трофессия. Редукция. Редукция. Мы с вами говорили, что как на русский язык переводится название профессии редактор. Ну да. Редукция органа будет происходить. Часто здесь человек пользуется головой основным, чтобы носить шляпу и жевать. Что с мозгами будет происходить? Начало не случается. Ну, в данном случае не объем мозга, а мышительная способность. Конечно, редукция. Хорошо. Вот это первое упражнение. Второе. Дело Марка важнейшая вещь. Формирование привычек. Я не просто сегодня немножко поупражнялся, а потом еще через два месяца поупражнелся. Ежедневная привычка. Упражняться. И вот, если у нас есть, сформировалась привычка к осознанному упражнению, она будет приводить к медленному и вполне предсказуемому изменению в данном уровне. Третье предположение Ломарка. Все, слово все, причем, все, признаки передаются из поколения в поколение. Значит, все то, что наработали при жизни родители, получат дети. И те, кто пройдет по этому же пути, будет дальше развивать родительское наследство. Что в результате приведет к такому хорошо приспособленному к жизни существует в ряду в колене. Получится человек. Так вот, ребята, теория Ломарка на самом деле никогда не была популярна. Ни среди ученых, ни среди широкой публики оборудовательства. И причина здесь вполне не случайна. Что категорически не устраивало ученых. Хорошо, идея упражнения не упражнения это очень славно. Идея привычки это очень славно. Давайте попробуем таким путем объяснить возникновение покровительственность и мастерующих окрасок. Сидит предок тигра и упражняется в полосатости. Усилием воли становится все более полосатым и полосатым. Ну, представьте, это сложновато. Так? Ну, почему не ход? Как? Усилие, с кошками? Йогой. А так, что он превратился? По очереди тигра. И красится, красится, красится. Нет, красится, красится. Вот уж окрашенный мех можно ли передать детям к мастерству? Нет. Не вы. Йогой занимается. Полосатого тигра вы так не получите, надо сказать. То есть, по ламарку можно объяснить происхождение всех типов органов и так далее или не всех. Не всех. Значит, как минимум универсальное предположение. И вторая вещь. Если бы срабатывала ламарковская система, то дальше возникала бы ситуация совершенно гениальная любого фермера. Вот вообще гениальная ситуация. Представьте себе. Есть некоторый человек, владелец, помню, конских табунов. Верховая езда в Англии до сих пор крайне популярна. Ежегодные скачки деревья являются одним из самых престижных соревнований в Англии. Отлично. И вот у этого коннозаботчика удалось воспитать совершенно вековного жребца, который вообще всех делает на соревнованиях как угодно. Если бы ламарк был брак, какие должны были быть дети они все такие же. Вообще все супер. А на практике это так бывает или нет, они что подозревают. То, что в течение жизни удалось создать одному существу, никак не требовалось. И про это прежде всего знают практики. Те, кто сам работает с растениями, животными и так далее. Нельзя передать то, что возникло в течение жизни. С детьми надо будет начинать с начала. Поэтому ламарковская теория не была принята до сих пор, когда говорят про какого-нибудь исследователя или для какого-нибудь научного журналиста о красоте какой-нибудь. Если он ссылается на возможность наследования приобретенных признаков, как его будут называть? Ламарки. Ламаркистом. Ламаркистом. И вообще-то вот это определение ламаркистом в науке является далеко не самая лучшая характеристика. Но если ошибка была выявлена почти два века назад, какой смысл это повторить? Если этот путь не проходит с нами. Самое интересное, так как часто бывает в истории науки, сейчас оказывается, что местами и вообще в том числе не в качестве общего какого, на места и до Ламарки не настолько ошибок, сейчас становится понятно, в каких случаях некоторые прижизненные изменения могут быть переданы. Ребята, а как вы иначе можете объяснить возникновение сложных врожденных форм поведения? Откуда берется репракторная программа в каком виде? Если это просто результат совпадения случайных процессов, вы тогда никогда не получите сразу готовую репракторную программу, антианночин и неврожденные. Вот в этом случае возникают достаточно хитрые взаимодействия, но они, во-первых, еще далеко недостаточно изучены, а во-вторых, не имеют прямого отношения к тому, что говорил Ламар. Это будет касаться уже информационного обеспечения, а дневное строение самих кухнями. Сейчас накачал мышки себе абсолютно. Как у буков. Хорошо.